Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Тренихин. Я научный сотрудник музея-заповедника Царицыно. И сегодня мы находимся, наверное, в самом знаменитом, самом парадном зале Большого дворца. Это Екатерининский зал, который назван в честь нашей главной героини, с именем которой связана вся история Царицына, с императрицей Екатериной Второй. Казалось бы, как связана архитектура Царицына и ордена, орденская система Российской империи? Ну, ответ на самом деле прост, и кроме подлинных предметов, портретов, скульптуры XVIII века с изображением кавалеров орденов с соответствующими знаками, вся орденская система Российской империи выстраивается на примерах декора нашего зала. Орденские знаки, начиная от их создания при Петре I и заканчивая теми, которые были сделаны уже в XIX веке, присутствуют в виде лепнины, знаки орденских звезд. Как искусствоведу и писту, мне интересно рассмотреть этот зал именно с точки зрения наград. Действительно, фалеристика — это вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает награды, ордена, медали, нагрудные знаки, документы и, соответственно, регументирующие награждения. Наградные традиции Российской империи начали формироваться при Петре I, хотя еще до него храбрые воины награждались золотыми монетами, которые часто пробивали и нашивали на одежду. Это можно назвать такими протомедалями. Но непосредственно ордена были введены при Петре I. Однако система продолжала формироваться, учреждались новые награды, но они в основном выдавались по повелению монарха и не были их статуты, орденские указы, кому за что и для чего награждались, не были достаточно систематизированы. Только при Екатерине II, при основательнице царицыны, чью статую мы здесь видим, орденская система обретает более сложившийся облик. Ни один парадный портрет не обходился без знаков власти. Естественно, это скипетр, держава, корона, но, кроме того, это знаки ордена. В частности, на статуи Екатерины II мы видим орденскую цепь и знак ордена на чрезплечной ленте ордена святого Андрея Первозванного, первого и главного ордена Российской империи, а также восстановленный в Российской Федерации и тоже являющийся высшей наградой. Впервые ордена были учреждены в правлении Петра I. Он позаимствовал эту традицию из Западной Европы, где уже существовали рыцарские ордена и традиции, награждение которыми продолжалось и в XVIII веке. Многие существовали не одну сотню лет, но Петр решил сделать такое новшество и для России. Первым учрежденным орденом стал орден святого апостола Андрея Первозванного, покровителя Руси. Здесь мы видим орденскую звезду этой награды с знаменитым косым крестом ордена святого Андрея. Кстати, этот же крест является символом военно-морского флота России и также знаменитый девиз этой награды за веру и верность. До революции 1917 года, которая отменила все царские чины и ордена, в орден святого Андрея Первозванного оставался высшей наградой Отечества. Но надо отметить, что награждались ей только монаршие особы, в том числе и иностранные, и высшие чины, как гражданские чиновники, так и военные, но в данном случае это были генералы и фельдмаршалы, не ниже. Лента ордена голубая носилась через правое плечо, но в торжественных случаях знак ордена носился на цепи. Как раз именно об этом я и говорил, когда показывал вам статую Екатерины Второй работы скульптора Пикушина. Вторым орденом, который был учрежден в Российской империи, стала очень интересная женская награда – Орден Святой Екатерины, звезда которого также представлена в интерьерах Большого Дворца. Орден Святой Великомученицы Екатерины имел также второе название – Орден Освобождения. Название это дано неспроста, поскольку во время прудского похода Петр Первый находился в сопровождении своей супруги Екатерины Первой, которая, кстати, находилась на седьмом месяце беременности, и очень стойко переносила все тяготы военного похода. В том походе, неудачно для русской армии, наши войска были окружены турецким войском, и по легенде Екатерина Первая пожертвовала всеми своими драгоценностями для откупа от командующего турок Мехмеда Паши. Третьим орденом, который был учрежден в Российской империи, стал Орден Святого Александра Невского. Задуман он был еще в правлении Петра Первого, но Петр так и не успел осуществить эту идею, и учредила его императрица Екатерина Первая. Орден Святого Александра Невского, изначально задуманный как награда для военных, стал сугубо гражданским орденом, и его звезда представлена здесь с девизом «За труды и отечество». Орден Александра Невского интересен тем, что был учрежден как в Российской империи, так и в Советском Союзе, и в современной России. Таким образом, это единственная награда, которая существует на протяжении такого долгого времени, не восстанавливаясь, хотя имела несколько разных вариантов. Как я уже говорил, логически завершенной и такой более-менее законченной орденская система Российской империи стала правление Екатерины Второй. На стенах нашего зала вы видите орденские звезды орденов Святого Георгия Победоносца и Святого Владимира. Эти награды вошли в историю Российской империи как одни из наиболее значимых. Итак, внешний облик, как бы мы сказали сегодня, дизайн ордена Святого Георгия, в общем, довольно широко известен. Офицерский белый крест равноконечный, а звезда, единственная из орденских звезд Российской империи, имеет необычную ромбическую форму, так как все остальные звезды были восьмиконечные. Орден при учреждении делился на четыре класса, позднее в позднейших статутах стали называться степенями. Награждались с низшей четвертой до первой высшей, однако награждений первого класса было менее 30 за всю историю Российской империи. Но что же еще учредила Екатерина? Действительно, еще один известный орден был создан при ней. В честь 20-летия своего правления она учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира, так же, как и орден Святого Георгия в четырех классах. Но данная награда присуждалась за гражданские заслуги. После кончины Екатерины Второй ее сын, ныне император Павел Первый, отменял многие традиции, которые вводила его матушка. Так в Российскую империю попал, в общем-то, иностранный до этого орден, который был учрежден еще в 1735 году как гинастическая награда герцогства Гольштейнга-Торбского. Но именно в правление Павла Первого была введена в состав капитуа российских орденов в 1797 году. Поскольку награда эта изначально была иностранной, то и девиз на орденской звезде написан на латыни «Амантибус юстиам пиатым фидем». На русском это значит «любящим правду, благочестие и верность». В 1798 году Павел Первый вводит в состав капитуа российских орденов еще одну иностранную награду – орден Святого Иоанна Иерусалимского, который известен многим по форме Мальтийского креста. Последняя орденская звезда, которая расположена в Екатеринском зале Большого дворца Царицына, является звезда ордена Святого Станислава. Это также иностранная награда, которая изначально была учреждена в Польше в 1765 году и включена в систему российских наград после присоединения Царства Польского к Российской империи. Эта награда была самой распространенной, часто ее описание встречается в литературе, награждали и прежде всего чиновников. Девиз ордена также написан на латыни – «Premiando incited», что означает «награждая, поощряют». Этот краткий экскурс дает возможность понять, что история Российской империи была непростой, порой трагической, порой героической, но и эту историю можно изучать на примере орденов. Это небольшой обзор, и я надеюсь, что мы продолжим наши экскурсии дальше. Ну а сейчас предлагаю вам подписываться на наш YouTube-канал и ставить лайки. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok